Северная Осетия Северная Осетия Северная Осетия Северная Осетия Столица Северной Осетии Город Владикавказ Это один из красивейших городов на Северном Кавказе Его прямые, широкие улицы Тянутся на несколько километров вдоль реки Терек По обоим ее берегам Город украшают парки, скверы, бульвары По грандиозности и красоте панорама гор Которую можно наблюдать из разных точек города Не имеет себе равных Особенно замечательны очертания скалистого массива Столовой горы И величественных снежных вершин Казбека и Джамарай-Хоха Во времена Советского Союза В Северной Осетии развернулось широкое строительство курортных и туристских объектов Республика стала популярным местом отдыха и лечения не только взрослых, но и детей Ежегодно потрясающей своей красотой горы Осетии Посещало более 1 миллиона человек из различных точек земного шара Рельеф республики разнообразен Около 70% территорий составляет горная часть Которая состоит из пяти основных хребтов Самые высокие из них представлены величественными снежными вершинами Более 4000 метров с высшей точкой горой Казбек 5033 метра Хребты разделены на отдельные массивы Шестью основными ущельями Дарьяльская Геналдонская Гизельдонская Куртатинская Алагирская Дегорская Они образуют как широкие солнечные долины Так и узкие теневые каньоны В горах Осетии Находятся многочисленные красивейшие бурные реки и водопады Крутые скальные массивы и ледники Сложный горный рельеф обусловил развитие разнообразных горных ландшафтов На маленькой территории Осетии встречаются почти все природные зоны, существующие в России Наш край – это удивительные горы, территория вдохновения, отдыха и здоровья Рекреационные ресурсы нашего края поистине впечатляют Сегодня Комитет по туризму и курортному делу разрабатывает планы освоения и развития республики Климатические условия, разнообразный рельеф, богатая минеральная база, наличие средневековых историко-архитектурных объектов позволяют в недалеком будущем принимать и обслуживать ежедневно, в летнее время, более 100 тысяч, а в зимнее – более 50 тысяч человек Наиболее перспективными являются 8 рекреационно-природно-территориальных комплексов Мамисонский, Восточно-Дегорский, Уолакком, Нарс-Казахский, Казбекский, Западно-Дегорский, Центрально-Дегорский, Цейский, Владикавказский Наибольшими ресурсными предпосылками и перспективой развития на территории Северной Осетии обладает рекреационно-природно-территориальный комплекс Мамисонского ущелья Это будущий круглогодичный горнолыжный курорт, отличный район для альпинизма, а также многих других видов туризма Мамисон располагает всеми категориями горнолыжных трасс по международной классификации Ущелье обладает богатой базой для организации здесь круглогодичного отдыха и лечения людей Главной составляющей сырьевой базы территории РПТК Мамисон являются несколько десятков источников целебных минеральных вод различного химического состава Стадии их изученности разные, но особо привлекательна вода тип 2, аналог Трусковецкой нафтуси Восточно-Дегорский РПТК Волак-Ком Рассчитан для круглогодичного использования спортсменами и отдыхающими Спортивная специализация, горные лыжи и сноуборд, альпинизм, горный туризм, рафтинг высших категорий сложности, дельта и парапланеризм Причем практически по всем этим видам спорта возможно проводить соревнования международного класса Активный отдых включает в себя отдых в тиле аудо, горные лыжи, сноуборд, фрирайд, хелли-ски, беговые лыжи, бэк-кантри, ски-альпинизм, ски-тур, трекинг, а также джипинг, велосипедный туризм, прогулки на лошадях Кроме того, есть возможности бальнеологического лечения Нарско-Загский РПТК Природный комплекс, планирующийся под строительство горнолыжного курорта Район горы Казбек Включает в себя действующую турбазу Кахтесар Средневековый историко-архитектурный комплекс город мертвых, самый большой на Кавказе Зеленый перевал, санаторий Кармадон, селение Старая Санибах Гору Чачхох, 4098 метров Казбекская плата и саму вершину Казбек Район Казбека привлекателен для организации двух альпинистских маршрутов на вершину Кроме того, в недалеком будущем возможно проектирование подъемника для туристов Западно-Дегорский РПТК Включает в себя районы Таймази и Харис Рекреационную территорию вокруг горы Кубус, поляну Мадзаско Это прежде всего очень популярный альпинистский район Насыщен великолепными водопадами, дикой природой и пользуется спросом у многих туристов Центральный Дегорский РПТК Расположен в районе селения Дзинага На его территории действует турбаза Дзинага Отсюда туристы совершают походы на ледник Караугон Который является самым низко спускающимся и вторым по величине на Кавказе Цельский РПТК Расположен в верхнем и среднем течении реки Цейдо Включает в себя рекреационную территорию с действующим комплексом Цейского ущелья В зимний период РПТК служит горнолыжным комплексом А в межсезонье и летом ледники и вершины в этом районе Интересны для альпинистов и горных туристов Комитет Республики Северная Сетия Алания По туризму и курортному делу Приветствует наших потенциальных партнеров по развитию И приглашает инвесторов к участию в рекреационных и инвестиционных проектах Республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин